Что скрывалось за блеском и славой королевы цирка? Сегодня на первом новый многосерийный фильм Маргарита Назарова. Легендарной укоротительнице хищников в этом году исполнилось бы 90. Ее уникальные номера с документальной точностью воссоздали дрессировщики-братья Запашные. Унис Усманова об истории любви главной героини и опасных трюках на съемочной площадке. Ау! Ау! Молодец! Впервые на арене не дрессировщики, а актеры в клетке с настоящими тиграми для съемок фильма о Маргарите Назаровой Ольга Погодина и Андрей Чернышов отказались от дублеров и сами выполнили все номера с хищниками. До них в кино никто такого не делал. Вот это Анита. Она очень прыгучая. Она как раз делала все вот эти трюки. Через меня прыгала, через кольца прыгала. Легендарная дрессировщица Маргарита Назарова – первая женщина, которая заставила тигров плавать, прыгать сквозь огонь и стоять перед ней на задних лапах. Ее смертельные трюки заставляли замирать сердца и обычных зрителей. И первых лиц огромной страны. Ну как она маленькая, такая хрупкая, эдакую тушу на задней лапах. Без страха в погоне за мечтой выступать в цирке она сначала села на мотоцикл, а потом попросилась в клетку с тиграми, где царствовал знаменитый укротитель Константин Константиновский. Он не давал ассистентке спуску, а она даже не догадывалась, что это любовь. Ну да отставить истерику. Нам одной актрисы хватает. Давай, ну-ка вернись на место. Я не кошка дрессированная. То кнут, то пряник и на арене, и в жизни. Их чувства закалялись каждым днем. И в минуты опасности Назарова знала, за ее спиной всегда страхуют Константиновский. Он мог пожинать лавры славы, плоды успеха, но он уступил совместно на манеже Маргарите Назаровой. Он жил ради нее, а она ради него. Они настолько были оба невероятно сложные, настолько были искрящиеся, настолько, ну, одна даже могла вам приоткрыть тайну. Мало кто знает, что во время итальянской командировки, во время выступления в Италии Назарова пропала на три дня. Помимо этого таинственного исчезновения, в фильме раскрывается и множество других малоизвестных фактов. Например, как снимался полосатый рейс. Евгений Леонова, кстати, играет его сын Андрей. В этом эпизоде актер, потеряв глаза от пены, реально не ожидал увидеть тигра лицом к лицу. И ушел под воду не по сценарию, а в страхе. Ведь он согласился сниматься, только если его защитят от хищника пыль непробиваемым стеклом. А пока Леонов мылился, заслон убрали. Второго дубля быть не могло. Женька! Женька! Мы это сделали! Для Ольги Погодиной тигры, наоборот, стали родными. Лишь однажды она была буквально в шаге от трагедии. Трюк качели один на один с хищником. Страхующие дрессировщики остаются внизу. Тигрица Шакира поворачивается к актрисе. Плохой знак. Шакира ко мне развернулась четко совершенно, прям целилась в ногу, прям конкретно. Потому что инстинкт-то переломить надо. Это неизбежная вещь. И вот мне нужно было ее развернуть. И у нас прямо это снято, и это будет фильм. Актриса справилась, но нападение на площадке один раз все-таки произошло. Снимали реальный случай, когда на съемках Востанкина Тигр Назаровый погнался за телеоператором. Все трюки в проекте ставили братья Запашиной. И эту роль Аскольд решил сыграть сам. Эпизод слишком опасный. Фрагмент отсняли, но ассистенты не смогли остановить хищника. Когда я уже расслаблен и повернулся, я увидел несущуюся на меня тигрицу, которая прыгнула, сбила меня с ног, вцепилась когтями мне в ноги. Она, по-моему, около семи рваных ран не сделала. Сколько крови и слез оставила на манеже Маргарита Назарова, знает только она. Но авторы фильма по рассказам ее друзей и знакомых и сотням архивных материалов попытались разглядеть, что скрывалось за блеском и славой королевы цирка. Нам хотелось показать, как сложно, как сложно изнутри, как сложно готовиться, как непонятно, с чего начинать, как личная жизнь мешает или помогает. Я боюсь, если с тобой что-нибудь случится, я не переживу. Муниса Усманова, Мария Емельянова, Вячеслав Черешко и Андрей Анисимов. Первый канал. Итак, первая и вторая серии фильма сразу после программы «Время». У меня пока все. До встречи.